В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Сказка про белого бычка. Опять временное свидетельство было выдано Транслайн. Как в Барнауле вновь конкурс перевозчиков проводили. За чей счет? Я понимаю. Вот по закону покажите мне. Почему-то ремонт внешнего газового оборудования предлагают платить жителям за кулисами. Первый возможный туристический маршрут по будущему национальному парку в Тагуле представили власти Алтайского края. Ученики Барнаульской школы почувствовали себя в роли настоящих телеведущих. 130 тысяч квадратных метров асфальтобетона будет уложено в рамках ремонта проспекта Ленина в Барнауле. Первый участок уже в деле. От площади Баварина до улицы Димитрова фрезеруют дорожное полотно и меняют бортовые камни. Об этом рассказали сегодня журналистам в рамках выездного совещания. Ну, кстати, последний раз Ленинский ремонтировали в 2011 году, поэтому качество дороги, по словам подрядчика, конечно же, оставляет желать лучшего. Старое покрытие было уже в изношенном состоянии, то есть это большое количество неровностей, как продольных, так и поперечных. Есть сетка трещин значительная, то есть местами ямочность, то есть покрытие в неудовлетворительном состоянии. На данный момент работы идут в рамках графика. Погода вносит свои коррективы, сообщил подрядчик. В основном бригады трудятся и в ночное время. Сегодня и вчера перешли на дневную работу. Стараемся минимизировать знаками дорожными, временными, для того, чтобы ориентировать наших автомобилистов. Следующий этап ремонтных работ от площади Октября до улицы Северо-Западная. Доделать Ленинский планируют полностью до 1 сентября. Напомню, общая стоимость работы на Центральном проспекте города составляет 190 миллионов рублей. Большая часть – федеральное средство. Ну а тем временем на рынке тех, кто по этим дорогам возит пассажиров, продолжаются настоящие войны. Несмотря на решение суда, администрация Барнаула, похоже, находит лазейки в законе, его не исполнять. Скандальный пассажир-перевозчик Транслайн в Барнауле снова выиграл внеочередной конкурс на обслуживание трех маршрутов номер 33, 77 и 121. Хотя прямо сейчас действует судебное решение о том, что свидетельство этой компании на работу по трем направлениям приостановлено. В тот же день еще один участник суда, бывший перевозчик маршрутов, за который идет война, компания Агаз Транс, снова проиграла внеочередной конкурс. Но, вернее, даже не была до него допущена, без объяснения, как они говорят, причин. Вся эта история напоминает известную поговорку «Было бы смешно, если бы не было так грустно». Ведь возят сейчас людей на старых автобусах. И именно водитель этого перевозчика, Транслайна, недавно задавил пешехода. Анастасия Дороган продолжит. Целый месяц Транслайна не может обслуживать маршруты номер 33, 77 и 121. Такое решение 22 мая принял арбитражный суд Алтайского края. Транслайна – это перевозчик, который в конце марта зашел сразу на три барнаульских направления, хотя до этого в городе не работал, офис которого располагается в Повалихе, а в штате на тот момент числилось 4 человека. Тем не менее, именно Транслайна выиграла городской конкурс пассажироперевозок и буквально выкинул с рынка компанию «Агастранс», которая работала на этих маршрутах 10 лет. Тогда комиссия указала, что у «Агастранса» нет видеонаблюдения в салоне и есть пеня в несколько копеек. А то, что Транслайн пригнал на конкурс чужие автобусы из Бийска, не заметили. Начались разбирательства. В итоге суд отстранил Транслайн от обслуживания. Мы оказались в той ситуации, когда сегодня в пятницу уже никто не имел права осуществлять эту перевозку. Поэтому, получив с сайта информацию о том, что наложены обеспечительные меры, мы, соответственно, провели запрос на выдачу временного свидетельства. Опять временное свидетельство было выдано Транслайном. То есть суд лишил Транслайн свидетельства на работу на трех маршрутах. Но городской комитет все равно выдает ему временное свидетельство. Законно ли? Представители Дорожного комитета объясняют эту странную ситуацию так. На конкурс заявились все те же два участника – Транслайн и «Агастранс». Но у «Агастранса» вновь возникли проблемы. Антон Шаламенцев объяснил их как неполный и неправильно сформированный пакет документов. К слову, собрать их нужно было за несколько часов. И широко никого не информировали. Без объявления особых причин. Просто сказали, что с документами что-то там не в порядке. Поэтому нашу заявку сняли. Несмотря даже на то, что Транслайну прокуратурой вынесено определение, что у них нарушения идут явные трудовозы, законодательства, что у них произошло смертельное ДТП, комитет на это закрывает глаза. В апреле автобус номер 33 задавил женщину насмерть. Причины ДТП все еще выясняют. А до этого пассажиры маршрутов номер 33, 77 и 121 неоднократно делились в сети фото с явными неполадками технической базы нового перевозчика. Колеса у автобусов, говорят, отваливались на ходу. А «Гастранс» готовит новый иск в суд и управление антимонопольной службы. А пока все это похоже на сказку про белого бычка. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Да, и в интеллигентных сферах тоже бывают скандалы. До последнего этапа выборов ректора Алтайского госуниверситета голосование коллектива не допустили главного претендента на пост профессора Алексея Тишкина, заведующего кафедрой археологии и музеологии. Напомню, он был основным соперником, исполняющего обязанности ректора Сергея Бочарова, которого в ВУЗе называют ставленником бывшего ректора, а теперь президента ВУЗа Сергея Землюкова. Другие две кандидатуры проректора политеха Александра Житких и завкафедрой зоологии и физиологии Александра Матюру в ВУЗе серьезно не рассматривали. В итоге Минобразование после собеседования с претендентами не допустил до выборов только Алексея Тишкина. Сам профессор и практически все наблюдатели сходятся в одном. Дело не в формальных требованиях, которым все кандидаты полностью соответствуют. Свои комментарии толку сегодня дал сам Алексей Тишкин. По всей видимости, определенную роль сыграла поездка президента университета Землюкова в министерство. Накануне этого собеседования, 15 числа он был там, в Москве, и поработал соответствующим образом. Я думаю, что это мнение каким-то образом транслировалось и сыграло на окончательное решение. По всей видимости, мои оппоненты чего-то испугались, и испугались они того, что они могут проиграть на этих выборах, потому что большинство коллектива реально меня поддерживает. И это чувствовалось во время встреч. И сегодня даже с утра, там, в 7 часов, не прекращаясь телефон, звонил, 3 часа разрядился. Да, это были все слова сожаления и были слова поддержки. Но я думаю, что, в общем-то, это для меня не удар. Вот, в принципе, я понимал, что это произойдет. Вот, только на каком этапе. Ну, вот оказалось, что на вот этом вот предзаключительном этапе это произошло. Я думаю, что каким-то образом выборы состоятся, либо могут не состояться. Здесь, в общем, это воля коллектива, который будет принимать это решение. Что касается вообще, так сказать, атмосферы развития университета, я думаю, университет потеряет. Серьезно мы споткнемся, потому что ничего нового претенденты предложить не могут. Вот, и самое главное, изменить тот человеческий климат, который сейчас существует. Потому что все напряжены. И это, в общем-то, еще дополнительный удар, такой плевок в адрес коллектива, что все это решается не ими, а решается со стороны. Вот, и людьми, не заинтересованным, по всей видимости, в развитии университета, а наоборот, в том, чтобы загнать в какой-то период стагнации. Потому что, я думаю, что позиции опорного университета будут подорваны вот этими вот решениями. То есть, развития пока трудно ожидать. Я не думаю, потому что, ну, все разочарованы. Это и руководящий состав, это и, значит, руководители подразделения, это и сотрудники. Вот, никто не ожидал вот такого серьезного удара с тыла. Думали, что будет честная, нормальная борьба, да, предвыборная, как говорится, демократичная. Но я скажу, что эта тенденция не только у нас в университете, она, в общем-то, отмечается по всей стране. Это, я думаю, системный какой-то, какой-то системный сбой. Продолжаем. Сдадим деньги или будем ждать, пока что-нибудь взорвется? Примерно такой ультиматум поставила жителям многоквартирных домов управляющая компания «Фаворит». Ее представители настаивают на том, что в домах необходимо провести диагностику газового оборудования, а в оплату содержания жилья такая проверка не входит. В итоге жильцов требуют собрать круглую сумму за короткий срок. В законности разбирался Андрей Дреер. Да вы сейчас высылаетесь, мы сейчас взяли. Собственники квартир явно недовольны. Так во дворе дома Горноалтайская, 8, проходит собрание жильцов. Вопросы, проводить ли диагностику внешнего газового оборудования и за чей счет. Представители управляющей компании «Фаворит» уверены, что проводить необходимо. Я понимаю, ну вот по закону покажите мне. Закон говорит, проводить диагностику газового оборудования необходимо раз в 30 лет. Это постановление правительства федерации номер 410 от 13 года. В оплату содержания жилья услуга по диагностике не входит. Поэтому «Фаворит» предлагает собрать деньги с жильцов Внепланово. Давайте раз в две недели предлагаю Внепланово по 46 тысяч платить. Кто за? Все, наверное. Только будет ООО, которое моей сестре принадлежит. Соблашны, голосуем. Кому принадлежит компания, проводящая диагностику, важно. И на собрании это обсуждалось в том же 410-м постановлении. Сказано, что такую услугу не может предоставить компания, которая является поставщиком газа или как-то с ним связана. Исходя из этого, сразу говорю, что «Газпром», многие заблуждаются, что он делает диагностику. Он не делает диагностику. Он обслуживает именно внутридомовые сети, которые в дом зашли. Это собрание жильцов лишь одно из немногих. Если в вашем многоквартирном доме есть газ, то, скорее всего, управляющие компании уже идут и к вам. Обязанности по проведению диагностики управляющей компании возникают. Но, естественно, за счет средств собственного помещения дома, поскольку они обеспечат финансирование только технического обслуживания. Еще раз повторяю, что диагностика – это совершенно иное. Это совсем другой вид работ. И проводят эти работы не газоснабжающая организация, а специализированная организация, которая имеет лицензию гостехнодзора. В фаворите говорят, что отказ от проведения диагностики – это штраф для управляющей компании. Если никакие работы в этом направлении не осуществляются, то управляющая компания рискует быть привлечена к административной ответственности. И штраф там очень серьезный. За уклонение от проведения диагностического обследования внутридомового газового оборудования там на юридических лиц налагается ответственность. Штрафы в размере от 40 до 100 тысяч рублей. При этом в Минстроином сказали, что проведение такой диагностики пока носит лишь рекомендательный характер. Никаких сроков и тем более предпочтений, какому подрядчику отдать деньги, в законе нет. Жильцы имеют право сами выбирать. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Как работает телевидение вживую увидели ученики 42-й гимназии. Сотрудники Сибирской медиагруппы провели экскурсию. Детей познакомили с профессией журналиста, рассказали о тонкостях работы ведущего, корреспондента, диджея на радио и даже дали возможность почувствовать себя диктором. Я хотела в будущем стать певицей, но это не точно, потому что мне здесь уже нравится. Я хочу как-то свою карьеру певицы связать с журналистикой. Пятиклассница Настя уже давно поняла ее будущее в творческой профессии, поэтому новость о том, что она увидит изнанку телевидения, девочку, конечно, взволновала. Сегодня Настя в настоящей студии и в роли настоящей ведущей. Заветная фраза «Стоп, снято!» вызвала восторг у школьников. Не каждый день присутствуешь при создании новостей. Первый возможный туристический маршрут по будущему национальному парку в Тагуле представили власти Алтайского края. Сотрудники телекомпании поделились секретами, как из отдельных кадров получается целый сюжет, как ведущие запоминают огромные тексты, да и запоминают ли, какую одежду носят дикторы. Открытий было множество, даже для родителей пятиклашек. Сын попробовал себя в роли ведущего. Я просто в восторге сама, потому что мне понравилось, как это. Он как держался. Не знаю, свяжем ли мы жизнь с журналистикой. Но для общего кругозора мне очень-очень понравилось. А это редакция «Комсомольской правды» – кузницы горячих новостей. У них ставится буква «Е». «Комсомольской правды» можно писать как «Е». Без русского языка в журналистике никуда, делится редактор Ольга Ведерникова. Выглядит все просто – обычные столы и компьютеры. На самом же деле работа кипит круглосуточно. Журналистам нужно быстро подготовить материал, сначала разместить его на сайте, затем в газете, чтобы читатели «Комсомолки» узнали первыми о важном. Распустились искры с белой бахромой. В одном здании ребята увидели кухню сразу нескольких редакций. Сибирская медиагруппа – это несколько газет «Комсомолка» на Алтае, «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Журнал «Автограф», «Радио», «КП», «Сайты Политсибру» и «Толк», «Телевидение» и «Новостной канал». Возможно, не все встанут на путь журналистики, как это уже решила сделать Настя, но для школьников это бесценный опыт и, безусловно, вдохновение. Татьяна Голубева, Антон Васильев, Андрей Печоркин. День с толком. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Какой она будет, узнаете через несколько секунд. Все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok